Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. И короткий анонс о том, что будет в нашем выпуске новостей. И снова обыски. Пенсионный фонд стал объектом пристального внимания силовых структур. Новый тариф на мусор. За и против. Подробности слушаний в Общероссийском народном фронте сегодня в выпуске. Дети и война. В Махачкаре прошел закрытый показ картины «Мальчик в тумане». Обыски в Пенсионном фонде Республики Дагестан. В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России по Дагестану прошли обыски. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. По информации МВД речь идет об организованной преступной группировке, которая занималась махинациями с так называемыми фиктивными пенсиями. Восбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении должностных лиц Пенсионного фонда России по Республике Дагестан, которые создали организованную группу и за денежные вознаграждения занимались изысканием граждан, желающих незаконно оформить страховую пенсию. Формировали фиктивные пенсионные дела с внесением недостоверных данных о трудовом стаже путем изготовления печати различных организаций. Сотрудниками полиции проводятся обыски в архивах территориальных управлений, по месту жительства и работы фигурантов. Изымаются пенсионные дела, печати, бланки фиктивных документов, ценности и другие предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается. Почему подоржал тариф на вывоз мусора и как исполняется новый федеральный? Эти и другие вопросы накануне обсуждали в Дагестанском отделении Общероссийского народного фронта. Подробнее о ходе слушания в сюжете Карины Баталовой. Население недостаточно информировано, региональные операторы по вывозу мусора плохо подготовлены, а тарифы увеличились в полтора раза. Реализация в Дагестане новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами идет тяжело, заявляют представители ОНФ. В итоге мониторинга, проведенном активистами Народного фронта по выборочным адресам, показали, что региональные операторы не имеют техники специализированной для раздельного вывоза отходов. И весь мусор везется на полигон без предварительной сортировки. В свою очередь высказался и министр экологии и природных ресурсов Дагестана. По его словам, в течение многих лет в Дагестане творился мусорный хаос. Муниципальные образования сами себе определяли тарифы, а также вывозили отходы на несанкционированные полигоны. На территории республики Дагестан утвержденных же тарифов не было. Да, вот вы говорите, там собирали 40 рублей. 40 рублей собирали, 3 улицы убирали. Остальное все валялось на каждой улице. То же самое потом. А есть районы, где вообще тариф не утвержден. Сейчас стоимость мусора в Махачкале поднялась с 42 до 63 рублей. В Каспийске с 35 до 74, а в Кизляре с 46 до 84 рублей. И все же, по словам Карачаева, даже этими ценами региональные операторы не удовлетворены, ведь стоимость также включены захоронения и транспортировка. К примеру, иностранные компании соглашались на работу в республике лишь с 200 рублей. Во всяком случае, есть и хорошие новости. Так, жители домов, которые согласились на раздельный сбор мусора, будут платить по льготным тарифам. Я решил, что на личном примере я куплю 5 баков новых, разделю бумагу отдельно, стекло отдельно у себя, первым делом сделаю и уменьшу те объемы, которые оператор с меня надеется получить, что вполне я уважаю этого оператора, потому что это его работа. С 1 июля 2019 года состоится очередной этап индексации. Проще говоря, платить придется больше. В Дагестане на 3,8%. Вопрос, куда пойдут деньги и станет ли, наконец, в столице чисто, пока без ответа. Остается ждать и надеяться. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Всего 15 человек в Дагестане сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку досрочно. При этом все экзаменуемые выбрали английский язык. Отметим, что экзамены досрочного периода в республике проходят с участием трех федеральных экспертов, общественных и онлайн-наблюдателей. Следующий экзамен состоится 29 марта по математике. Досрочный этап ЕГЭ 2019 продлится до 10 апреля. Руководители летних оздоровительных лагерей проходят школу бизнеса Роспотребнадзора. В рамках мероприятия эксперты службы проводили обучающие семинары с разъяснением всех требований, предъявляемых к детским лагерям. Это качество питания, организация безопасного отдыха, а также подбор персонала. Особое внимание было уделено работникам пищеблока. К ним особые требования. Это наличие среднего профессионального образования, прохождение медицинского осмотра, в том числе обследование на вирусные и кишечные инфекции. Участие в проекте принимают около 30 учреждений, планирующие свою работу в 2019 году. В Махачкале состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Мальчик в тумане». В основе сценария – история детей во время войны. А вот какой знает наш корреспондент Уиза Раджабова, которая побывала на закрытом показе картины. Ей слово. Нет, не «Ежик в тумане», а «Мальчик». Именно с таким интригующим названием «Мальчик в тумане» режиссер Мухтар Махтибеков представил премьерный показ картины своего короткометражного художественного фильма. Будь то война, будь то террористические акты, будь то что угодно, что делают там взрослые, от этого страдают первым делом невинные дети. Кинокомпания «Палманфильм» не смогла пройти мимо детей, которые оказались вовлечены в войну. Авторы не указывают конкретного места, не дают имен своим героям, ведь у войны нет лица. Метафоричная история мальчика, оказавшегося в страшном, окутанном туманном загадочном лесу. Его цель – найти маму. Но ребенок неожиданно встречает на пути страшное существо. Смысловой посыл сводится к жертвам военных конфликтов, где в первую очередь становятся беззащитными дети. Для Исмаила это первая роль и сразу главное. Мальчик признается, вначале было сложно, ведь съемки проходили в лесу, а после была многочасовая озвучка. Он еще не такой известный, однако после премьеры фильма решил, наверняка станет актером. По началу, когда уже начали съемки, было трудно. И когда озвучили фильм, тоже немного трудно, но потом уже со временем легче, легче. Мне показалось, что у меня это получается, и мне хочется продолжить в этом карьеру свою. Когда сценарий попал в руки родителей, мама Нина поняла – фильм нелегкий. Отпустить 10-летнего сына одного не смогла. Естественно, я понимала, что тема очень сложная, и фильм нелегкий. Поэтому, когда были подсъемки, я была с ребенком на подсъемках, и видя, как Мухтар объясняет ему, и видя реакцию моего ребенка, я поняла, что, в принципе, он справится. Ну, так и получилось. И в лесу, и везде. Мухтар был всегда рядом, он подсказывал, он объяснял. И я видела, что контакт есть. Честно говоря, даже в лесу я старалась даже не присутствовать, потому что, честно говоря, были такие моменты, и я переживала за ребенка. В будущем режиссер Мухтар Махтибеков планирует снять ряд фильмов в самых разных жанрах. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Далее обзор коротких новостей представит мой коллега Абдулла Алиев. В связи с большим числом случаев кишечной инфекции в Хасурке начата вакцинация населения. В рамках мероприятий в городе организованы специализированные привычные бригады, куда любой желающий может обратиться за прививкой. По словам специалистов, на данный момент прошли вакцинацию около 600 жителей города. Против дизентерии привилось 80 человек и 14 от брюшного тифа. При этом в городе до 107 человек возросло количество отравившихся, из которых 77 несовершеннолетние. Их состояние в настоящее время врачи оценивают как легкой степени тяжести. Дагестанские ученые нашли текст Евангелии в древней арабской рукописи. Священное писание христиан было записано в грузинском языке. Необычные буквы под арабским текстом исследователи обнаружили в процессе оцифровки старинных книг. Тщательное изучение показало, что это старая грузинская письменность, а сам текст – ничто иное, как священное писание христиан. Предположительная рукопись 6-8 века. Что же касается арабского текста, то оно посвящено Тасауфу – духовному учению и практике в исламе. В Махачкале 22-летний парень пытался поджить гастроном местной жительницы. 28 марта рано утром дежурную часть полиции заявлением обратилась 37-летняя махачкалинка. Она рассказала о том, что неустановленное лицо пыталось поджить ее гастроном, расположенный по проспекту Ахметкана Султана. Возбуждено уголовное дело. Парню выразит срок на 5 лет. Городское первенство по вольной борьбе среди кадетов состоялось в поселке Семендер. Соревнования прошли на базе спортивного клуба «Олимпийц». А сам борцовский турнир для многих ребят стал первым и самым волнительным в практике. Сюжет Камиля Девятова. «Быстрее, выше, сильнее» – девиз Олимпийских игр. И несмотря на то, что эти соревнования по масштабу уступают Олимпиаде, для ребят, которые впервые вышли на борцовский ковер, он актуален. Данные соревнования – большое испытание. Горечь поражения и вкус победы юные борцы почувствовали впервые. Выбирает свой трейд из главного четвертого штата. Гуритов Адам. Попробуем четвертого. Первый опыт – борьба с соперником и самим собой. Нелегко, но так махачалинские ребята потихоньку превращаются в стойких мужчин. Есть ребята, которые более-менее месяца, два-три занимаются. Есть новички, есть такие, ну, разного, можно сказать, уровня ребят уже борются. В городском турнире приняло участие 10 махачалинских команд. 150 спортсменов вышли на ковер в день соревнований. Сейчас новое поколение тренеров постоянно ищет вот эти соревнования. Мы не ждем, когда кто-то где-то нас позовет. Мы сами их организовываем, потому что мы понимаем, для детей нужны соревнования. Каждый месяц мы стараемся в разных возрастных категориях проводить подобные мероприятия. Отфага и дух рождает победителей. Чемпионы и призеры соревнований заслуженно были награждены медалями и грамотами. Камиль Девятов, Рамазан Амаров, Шамиль Махаев, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Не переключайтесь. Смотрите нас также в Ютьюбе и в Инстаграм. Всего хорошего. Приятных выходных. Субтитры подогнал «Симон»!